Венесуэла страна красивых женщин и политических контрастов, а еще богатых нефтяных месторождений. И это едва ли не основное проклятие Боливарианской республики. В США уже давно считают запасы своими и предпринимают все возможные усилия для сопряжения желаний и возможностей. Странно, конечно, но вот президент Венесуэлы Николас Мадуро не разделяет подобные взгляды с обитателями Капитолийского холма. А значит, как вы правильно догадываетесь, он должен быть смещен и заменен на более сговорчивого политика. Самой яркой американской вспышкой на этом пути пока по праву считается Хуан Гуайдо. В 2019-м ушлый выпускник университета Джорджа Вашингтона объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. А столь обласканный многими политологами в наши дни Дональд Трамп признал его легитимность. Тень от автозагара упала и на 50 стран, которые выразили аналогичную позицию. А в итоге Гуайдо руководил правительством в изгнании аж до 2023 года, пока его не сожрали коллеги по опасному бизнесу. Ох уж эти параллели. А в нынешней электоральной кампании легитимным американским наместником в Венесуэле назначен Эдмунда Гонсалес. Очевидно, что США внимательно следили за президентскими выборами в Венесуэле, которые состоялись в воскресенье и последующим объявлением Национального избирательного совета Венесуэлы. Во-первых, позвольте мне сказать, что США приветствует венесуэльский народ за его мужество и приверженность демократии, проявленные при участии в этих выборах перед лицом репрессий и невзгод. Демократия, мужество, невзгоды. Как это она еще про невероятных забыла упомянуть. Хорошо, хоть все акции протестов и нападения на силовиков называют мирными. А то мы сами вряд ли бы догадались. Но с другой стороны, кто мы такие, чтобы ставить под сомнение заявление представителей Белого дома? В США искренне удивляются тому, что технологии цветных революций начали давать сбой. Все чаще люди по всему миру дают отпор попыткам государственного переворота. Как оказалось, порой недостаточно проголосовать на избирательном участке. Свой выбор приходится отстаивать перед теми, кто готов погрузить страну в хаос. Кажется, что выводы сделали все, кроме американских политтехнологов. В США признали оппозиционера Эдмунда Гонсалеса победителем на президентских выборах в Венесуэле. Перед историей, перед этой конституцией и перед страной я возлагаю на господина Гонсалеса ответственность за все, что происходит в Венесуэле. Сегодня Венесуэла фактически масштабирует белорусский опыт противостояния вмешательств во внутренние дела государства. Граждане демонстрируют поддержку избранного президента, а силовой блок страны обеспечивает наведение порядка на улицах городов. Мы являемся свидетелями государственного переворота, снова спровоцированного этими правыми фашистскими экстремистами, поддерживаемыми американским империализмом вместе с его сипаями и лакеями. Попытка государственного переворота в Венесуэле демонстрирует определенную тенденцию, которая складывается в международных отношениях. Дело в том, что Николас Мадуро еще в прошлом году заявил о стремлении Боливарианской республики стать частью БРИКС. И вот вопрос, верите ли вы в совпадения так, как верю в них я? Дело в том, что после того, как месяц назад президент Боливии тоже объявил о желании интегрироваться в БРИКС, была предпринята попытка отстранить его от власти в ходе государственного переворота. То чувство, когда ты прозевал глобальные изменения и пытаешься работать по пыльным методичкам. О большой игре Андрей Сыч в рубрике «Скриншот». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok